13.05 на часах и в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева и мой сегодняшний гость, член общественной палаты Кировской области и главный редактор телеканала «Рэнк Киров» Юрий Шлеминзон. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции в нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы также можно задать через форму анонсов на сайте eho.kirova.ru. Юрий Львович, в общественной палате Кировской области продолжается процедура выборов секретаря. Что вам о ней известно? Сколько сейчас на данный момент кандидатов? Ну, во-первых, я, как обычно, должен сказать свою фразу. Все сказанное на эфире является моим оценностным суждением, чтобы редакция eho.kirova.ru не имела никаких проблем с моими разговорами. С различными суждениями. Процедура идет. Я вхожу в состав оргкомитета по проведению первого собрания. О том, что уже есть конкретные кандидатуры, сказать, что в большом количестве есть, то это не так. Так, рассматриваются, предлагаются кандидатуры как бывших замов, которые попали в новый состав общественной палаты. Также, я думаю, что появятся кандидатуры, которые вновь вошли в состав общественной палаты. Я думаю, что уже 5 октября, когда будет первое собрание оргкомитета, тогда, скорее всего, и появится кандидатура, которая будет предлагаться членами оргкомитета. Конечно, любой представитель общественной палаты сможет вызвать свою кандидатуру. Я знаете, с каким умусом спрашиваю? Просто и Марина Копырина, замсекретаря Андрея Усенко, секретарь палаты, посчитали несколько некорректным называть фамилию кандидатов, которые уже есть. Я могу сказать, что Марину Копырину я выдвигал лично сам. Кандидаты на пост председателя на одном из этих собраний. А как это получится, сказать очень трудно. Ну, тоже у меня в эфире Марина Копырина говорила, что она, скорее всего, откажется ввиду большой занятости, но она готова продолжить работать на посту заместителя секретаря. Может, и так произойдет. А кто еще из кандидатов есть? На данный момент кто-нибудь подал еще заявки? Ну, вы, вот, 5 октября будет известно. Я не отслеживал его. Для меня, на самом деле, это не принципиально, кто будет руководить общественные палаты. Поэтому я так плотно не занимался, потому что Норкомехики, которая будет 5 октября, будет известно, какие кандидатуры есть. А из новичков палаты или из тех, кто перешел из старого состава, кого можете назвать, кто мог бы возглавить палату? Я затрудняюсь. Вот я рекомендую себе старого состава Марину Копырину. Ну, я думаю, что из новых членов палаты кто-то тоже появится. Я думаю, что нет смысла сейчас озвучивать эти фамилии. Вот, если вы меня пригласите после 5 октября, то я точно смогу озвучивать фамилию. Ну, то есть, а 5 октября уже выберут секретаря? Нет, у комитет соберется. У комитет только. То есть, по проведению первого собрания, где в частности будут и рассматриваться кандидатуры, ну, будут озвучиваться. То есть, они будут в этот день, 5 октября, кандидатуры будут озвучены? Ну, ряд кандидатур, да. А дальше... Это же не значит о том, что это не выборы пройдут. Непонятно. А сами выборы как будут проходить? Когда пройдет гражданский форум, со следующего дня уже регитивность нового созданного общественной палаты возникает, тогда будет, если я не ошибаюсь, 26 числа будет первое пленарное заседание. Пленарное заседание нового созданного, да? Хорошо, тогда... Там будут комиссии назначаться, могут быть... Есть разные варианты сохранения предыдущих комиссий, есть варианты, которые Русенко предложила сократить количество комиссий, но увеличить количество рабочих групп. А какие комиссии предлагают сократить? Я сейчас вот так не вспомню, но ряд комиссий... На две комиссии меньше предлагалось. Но это не факт, что это так состоится, может комиссия наоборот стать больше. Ну, то есть это просто одно из предложений? Это одно из предложений, да. Я думаю, что вообще на самом деле достаточно здравое предложение, потому что тогда, ну, будем говорить, что и форум будет лучше соблюдаться. А по какой причине? То есть на комиссии ходят меньше, чем на заседание рабочих групп? Ну, нет. Это просто людей уже будет больше, и форум создать легче, наверное. Ну, это так. Предположение только мое. А рабочие группы, они создаются по потребности, может быть, при комиссии очень немного. Ну, то есть по животребящим вопросам? Ну, решение рабочих групп, они должны утверждаться на заседании комиссии. И вот были такие периоды, что когда вот комиссий много было, а рабочих групп тоже определенное количество. То есть решение рабочей группы не в течение месяца утверждалось на заседании комиссии, а уже проходило полтора месяца, а то было и два месяца. Это не очень хорошо. А какие комиссии, на ваш взгляд, можно ликвидировать? Нет, ну, это так сказать я бы не хотел. Каждый выбирает направление работы себе сам, и я думаю, что такие возникают коллективы по работе в комиссии. То есть очень сложно судить. Они меняются, это все зависит от состава палаты. Ну, и направления возникают по потребности больших важных вопросов, которые интересуют общественность. Они же для этого создаются решать проблему. То есть, грубо говоря, комиссии будут подстраиваться просто под существующие в обществе проблемы? Ну, большинство, да. Хорошо, оставим тогда... А в основной подвижи минуты, там, вот такие, это есть для этого рабочие группы, они же не вечные эти рабочие группы. Они могут провести работу, закрыться и открыться. Другая рабочая группа. Ну, то есть это все в течение одного созыва? Да, конечно, да. Оставим тогда дела общественной палаты до октября. Да, и мы что-то проведем до октября. А, накануне Никита Белых и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве. Планируется, что кроме туризма контакты будут налажены в области торгово-экономических связей. Вот на ваш взгляд, есть ли шансы реализовать это сотрудничество между двумя довольно-таки разными регионами? Или оно так и останется на бумаге? Вот как раз с разными регионами, мне кажется, осуществлять вот такие вещи намного проще и лучше. То есть есть потребности в какой-то продукции в одном регионе, которые нет в другом регионе, или наоборот. Я думаю, что это может быть реализовано вполне. Ну, например, у нас уже в области богато лесами, да, лесной, есть телеворабатывающая промышленность. Но лес уже упоминали, да, в том числе? А в Крыму, сами понимаете, что с лесом не очень хорошо, да. Если ближайшее государство Турции достаточно неплохие объемы же забирают кировский лес, это почему Крым не должен брать этот лес? Я думаю, что есть вопросы совместного, взаимообразного продуктового снабжения регионов. То есть кировские продукты туда или их сюда? Ну, может, какие-то кировские продукты и туда, потому что лесомолочная промышленность нашего региона достаточно неплохо работает, а не так в Крыму развита, как в Кировской области. А фрукты, которые выращиваются в Крыму, они будут, особенно в период введения так называемых санкций, они будут актуальны для нашего региона очень. Но тут у меня возникает вопрос логистики. То есть, если, например, мясные продукты везти в Крым, сколько они там будут стоять в этих обоих портах? Ну, для этого есть специальные рейхрижераторы, которые все равно же возят, а регион же снабжается продуктами. Ну, то ли из Ростовской области ездят, то ли из Кировской. Ну, есть там дети разницы. Подороже, мне кажется, это будет все. Ну, наверное, подороже. Может, у нас себестоимость ниже, чем в Ростовской области. Не сравнивали цены на такие продукты. Хотя она не самая дешевая, далеко, наша область является. Но я думаю, что если у бизнеса будет интерес, то это все будет работать. По команде это все не делается, лишь бы было проведено. Я думаю, что это не просто было поставить галочку, а я за этим вижу вполне реальную работу в следующий период. Ну, то есть, эта работа все равно, получается, должна вестись и со стороны правительства, раз они это соглашение подписали. Потому что бизнес, он ведь мог обойтись и без этого соглашения, без подписания. Ну, да, наверное, правительство будет помогать налаживанию связи. Такая же, наверное, торгово-промышленная палата есть и в Республике Крым, с которой будет работать наша глядская торгово-промышленная палата. Ездили представители законодательного собрания у нас, в этой делегации были. А правительство в этой ситуации так вообще бизнесменам может помочь? Ну, то есть, на что можно сделать? Ну, я не знаю, может, какие-то преференции, там, кредитование этих процессов. То есть, тем, кто работает в Крым? Кто работает с Крымом. Я глубоко не изучаю этот вопрос. Я пойду в первые шаги, в том направлении будет ясно и понятно, что из этого получится. А в плане туризма получится кировчан тут сагитировать на Крым? Ну, я думаю, что если будут адекватные цены на транспорт, как железнодорожные, так и ягод, то не надо будет никого агитировать. Сами потянутся? Ну, да, потому что сейчас достаточно дорого ездить за границу, отдыхать даже уже. Турция с Египтом становится труднодоступным в финансовом отношении. А европейский туризм вообще, мне кажется, упал так процентом на 60-80. Поэтому республика Крым, нарастив свою инфраструктуру, которая сейчас недостаточная, конечно, люди уже привыкли к определенному виду отдыха, к определенному качеству услуг, Крым, конечно, еще для этого не догоняет. Вы бывали там? Нет, в Крыму, конечно, я раньше бывал. Нет, ну, вот в последнее время, возможно, не после присоединения к России, но ближайший. Нет, не бывал. Ну, я на самом деле не так давно была, наверное, году 2012-м, тогда еще, правда, Крым был Украиной, но действительно инфраструктура там оставляет желать лучшего, и по словам людей, кто вот вернулся в этом году, практически ничего пока не изменилось. Ну, я не успею это моментально все сделать. Я в Крыму был очень давно, в последние, в последние, в последние 50-е годы. Ну, будем надеяться, что сотрудничество... Ну, раньше я отдыхал каждый год в Крыму, именно вот когда я был школьником. Будем надеяться, что все равно сотрудничество какое-то наладит, и, возможно, хотя бы кировчане будут недорого ездить в Крыму за пропуском. Ну, да. На минувшей неделе, наверное, главной темой стал законопроект об увеличении налога для торговых центров. Зак собрания в четверг документ поддержала в первом четверг... Не только торговых, это касалось и офисных центров... Да, всех, но там еще и по жилым помещениям были, но вот основные споры все равно велись вокруг этих торговых центров. Законопроект предполагает, что ставка налога на имущество организации для владельцев торговых центров и офисных помещений свыше тысячи квадратных метров, она будет поэтапно увеличиваться. В 2016 году составит 1% от кадастровой стоимости, в 2018 уже 2%. По оценкам, это принесет региональному бюджету около 52 миллионов рублей. Вот коллега ваш по палате Андрея Усенко считает, что это может привести к массовому закрытию торговых центров из-за повышения стоимости. Вы согласны с этой оценкой или у вас несколько другое видение? Я частично согласен с этой оценкой. Ну, во-первых, я слушал сам доклад министра юстиции Романа Береснева, который этот законопроект предлагал. И мне отдельный момент этого доклада просто удивляли. Ну, там всех удивляли разные моменты. Ну, вот я скажу, что меня удивило. Там была такая ссылка, что давайте всех уравняем, те, которые работают по простому, ну, обычной системе налогового обложения, и на упрощенке. Так вот, упрощенка она для чего создана? Для того, чтобы микробизнесу и малому бизнесу были возможности по-другому работать. И это совсем небольшие годовые объемы. Почему их надо приравнивать, мне непонятно. Второе. Было сказано, что иногда, честно, балансовая стоимость превышает кадастровую стоимость. Я с таким никогда не сталкивался, что балансовая стоимость превышала кадастровую, то есть при переходе на кадастровую оценку платежа на налогов, что у ряда... Что может уменьшиться. Да, уменьшиться. Я еще никогда не понял, что вводили налоги, что-то уменьшалось. Это второе. Ну, и вот это разделение от тысячи метров до двух тысяч, и так далее, и так далее, мне вообще это непонятно. Если проводить, то проводить, по моему пониманию, она для всех. А вот совмещать обычный бизнес и малый бизнес, я считаю, это совершенно неправильно. Для этого была и создана категория платежщиков так называемой упрощенки, чтобы бизнес этот развивался более широко. Мы же понимаем, что процент бизнесменов среднего, так называемого, среднего бизнеса во многих странах развитых. Он достаточно большой и занимает большой объем ВВП. А у нас, те, кто работает на упрощенке, малый бизнес... Ну, это мизер. Не мизер, но это достаточно малый процент. А везде лакопативом как раз экономики являются вот такие малютки, будем говорить. У нас в госпонополии возглавляют все экономические направления наши. Ну, вот тут как раз все равно, с одной стороны, вроде бы, как и есть логика в том, что именно для торговых центров свыше тысячи квадратных метров. То есть, получается, у тебя больше площади, больше арендаторов, больше денег ты получаешь. Ну, будем говорить так, что у нас скоро появится, вот этот центр будет разбит еще на пять центров. И у всех этих центров они будут иметь пять названий. И будут иметь по пятьсот метров. И с них вообще никто ничего не получит. То есть, это вероятный вариант развития событий. Ну, конечно, у нас же народ такой, что может много чего придумать, если в особом направлении заставить придумывать. Я не вижу в том, что вот, ну, приходится, потому что есть, как бы, указ президента по этому налогу, да, приходится в регионах вводить этот налог. Но это не самое удачное время. Я думаю, что это от безысходности, потому что не знаю, чем наполнить казну. Потому что экономика идет совершенно не в том направлении, в котором бы хотелось нам всем. Мы это сильно ощущаем. Падение уровня, жизненный уровень все равно происходит. Рост цен, далеко превышающий инфляцию, во многих категориях товаров и продуктов происходит. Ну, тут тогда возникает логичный вопрос. Это не самое удачное время для введения такого налога. Ага, насколько тогда удастся все равно за счет этого налога повысить пополняемость бюджета, если, как вы говорите, возможно, эти большие торговые центры просто начнут дробить на мелкие? Ну, может быть, и за то сделать. Вы, возможно, сейчас идею многим подсказали. Ну, пиздец же у нас дробят, дробят, чтобы работать на упрощенке. Хотя это говорят, что это уход от налогового обложения. Но пока таких арбитражных и других процессов было достаточно мало по этой тематике. Хотя мы варьевики постоянно на больших совещаниях поднимают всякие предметы и говорят, что ой-ой-ой. Ну, еще ряд депутатов высказывали опасения, что сейчас все одновременно бросятся в суды оспаривать эту кадастровую стоимость. Да, но государство к этому готовится. Вот на днях я, не помню, никакой радиостанции услышал, что готовится постановление о том, что кадастровую оценку будут проводить только государственные предприятия. Это тоже очень неверно, потому что это снижает, во-первых, конкурентоспособность, потому что у нас разная форма собственности оказывает услуги по кадастровой оценке. Но, скорее всего, в правительстве понимают, что будет вал обращений по правильности кадастровой оценки. Она же делась на бумаге, ну, как бы из выезда на объекты. Ну, вот, в частности, Семко как раз он приводил в пример дома, здания там одинакового года постройки, в принципе, практически одинаковые, а кадастровая стоимость размещается. Да, я сталкивался с этим вопросом, тоже знаю. А нет ли такого опасения, что если сейчас оценивать эту кадастровую стоимость будет только государственной, то они же понимают, в чем все это ведет. Суды, раз это государство сказало, конечно, они будут отстаивать сторону... Сторону, которая уже существует. Соответственно, ничего там в суде и не получится оскорить. Да, ну, еще, во-первых, для того, что... Во-первых, у нас будут строиться еще новые, да, центры. Они тоже должны получить кадастровую оценку. Для этого в бюджете должны быть деньги. Вы уже помните, такой перед, когда была оплачена вся эта работа. Ну, на проведение этих работ оценочных. А сейчас есть ли в таком, не в самом лучшем бюджете города, там, области, деньги на то, чтобы провести кадастровую оценку новых строящихся, новых открывающихся оценок? То есть, вообще, мне это сейчас не нравится так, что... Да, и кто в этот список попадет, по какой цене, это большой такой вопрос. То есть, велика вероятность, что из бюджета мы сейчас опять привлекем средства для... А нет, что для оценки, да. А вот, а с бизнесменов ничего не получим, потому что они все раздрагают. Да, а если это будет теперь только государство заниматься, понятно, что цены на эти работы в геометрической прогрессии вырастут сразу. Не найдется обоснования, что это так должно быть. Поэтому, вот, те предложения, которые вносил Усенко о том, что создать согласительную комиссию по пересводу, да, это все верно, но все равно это придется в судах делать. В досудебном решении, мне кажется, эти вопросы не решаются. Вот я ошибаюсь, но достаточно сложно будет, когда стоимость досудебного решения изменить в одну или в другую сторону. Ну, понятно, что в одну сторону, во вторую сторону, в увеличении никто не будет этим сам для себя заниматься. А как-то сейчас вот между чтениями какие-то поправки, возможно, можно внести, чтобы этот законопроект был более лоялен к бизнесу? Наверное, можно. Конечно, для этого есть и рабочие группы, и эти могли заниматься и раньше, но, видать, не так, это никуда не клевало сильно, а так как уже сейчас совсем клевать начинает, наверное, активнее будут заниматься работой в комиссиях и в рабочей группе по внесению поправок данных законных правил. То есть работа пойдет поактивнее, потому что документы на самом деле раскритиковали все, даже в том числе и сенатор Олег Казаковцев. Да, ну, хотя бы во многих регионах уже приняты, если в 2014 году приняли такие документы. Похоже, похоже. Еще одна тема, которая активно обсуждалась на прошедшей неделе, касалась переноса даты начала учебного года. С такой инициативой вышел президент Владимир Путин. Вообще предполагается, что график начала этого учебного года будет плавающим, то есть регионы сами смогут устанавливать. Как вам вообще эта инициатива? Ну, она мне никакого отторжения на самом деле не вызывает, потому что я знаю, что во многих странах есть такая практика смещения начала учебного года. Ну, у нас есть традиция 1 сентября, все должны выстроиться, но это не факт. Я помню, что когда я был студентом, я ни разу 1 сентября не начинал учиться, все это было в октябре, ну, кроме первого курса. Ну, в сентябре вы там, наверное, работали на полях? Конечно, работали. В школе мы тоже занимались сбором сахарной свеклы. Я помню, с первого по девятый класс. Но, тем не менее, вы же делали это уже с одноклассниками, однокурсниками, то есть это уже был коллектив учебный? Ну, да, учебный, конечно, коллективный. Но мы же успевали выполнить программу учебную. Я к чему веду? Конечно, есть проблема сейчас с ЭЭГ и с поступлениями, даты, что придется немножко перемещать, потому что план, если не ошибаюсь, он 35-недельный план учебный у нас. Вот, если, кроме вот этого плавающего сдвига начала, я вот сторонник некого сокращения величины летних каникул. И это практически есть... То есть, чтобы меньше летних каникулы? У нас одни из самых больших в мире, между прочим, летние каникулы. Вот, если в европейских странах обычно 45, максимум 50 дней каникулы. И они все заканчивают учебу где-то к середине июня, а начало или август, конец или середина сентября. Ну, то есть плавающие, чтобы люди, родители с детьми могли отдыхать в благоприятное время. Не самое жаркое в сентябре, не так жарко. Ну, вот у нас, например, в июне не так жарко. У нас в июне, поэтому можно в июне поучиться и передвинуться дальше, да. Потому что вот есть же южные регионы, когда 1 сентября, Краснодарский край, там Ростовская область, там температура стоит такая приличная, и не так легко учебный процесс в эти числа проводить. А в Кирове куда можно эту дату подвигать? Ну, тут есть специалисты у нас, на самом деле, не так много вообще теплого времени, да. Ну, просто в этом году сентябрь удался, в прошлом году удался? Да, в прошлом году, ну, это вообще я вот сколько вот живу в Кирове, не знаю, уже берешь, живу в Кирове, но я такого в сентябре, конечно, не видел, да. Я вот сторонник больше некого сокращения летних каникул. Во-первых, это даст возможность перейти на пятидневку. Что будет более благоприятно влиять на здоровье детей, да. Родители выходные, оба выходных дня смогут с детьми проводить. Потому что это создаешь же, где есть дети учащиеся, проблемы поехать на природу или на малую экскурсию по региону, да, если в субботу учится ребенок. И поэтому менее напряженный учебный план, у нас достаточно напряженный учебный план, часов много. Ну, они, по-моему, все прибавляются и прибавляются. Да, прибавляются, потому что у нас есть многие вопросы очень важные, там, по критическому воспитанию, готово нарастает, ну, так далее, и тому подобное. Поэтому вот некое сокращение, там, на две-три недели летних каникул в переводе на систематику пятидневной рабочей недели, мне кажется, очень более приемлемым фактором для обучения. Ну, то есть в вашем представлении это не просто сдвижение даты, например, с первого сентября на пятнадцатое, а просто дети будут в июне учиться чуть-чуть подольше. Да. Ну, я говорю, что и второе, я не президент страны, конечно, я бы предложил сократить летние каникулы, за счет этого сделать пятидневную учебную неделю. Хорошо, мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Добрый день тем, кто только подключился. В эфире «Особое мнение» в студии Дарья Путузлева и мой гость Юрий Шлемензон, член общественной палаты Кировской области и главный редактор телеканала «Рен Киров». А мы продолжаем обсуждать пленарное заседание, которое было в четверг. Депутаты ОЗС поддержали ужесточение наказания для управляющих компаний за халатность. Теперь их могут лишить лицензии, если их бездействие повлекло за собой травмы либо человеческие жертвы. Инициативу в ближайшее время отправят в Госдуму. На ваш взгляд, после этого управляющие компании станут делать свою работу лучше? Ну, мы уже в последнее время много что ужесточаем. Это, конечно, из-за того, что это беззабленность в работах, которую выполняют не только управляющие компании. Многое чего делается в стране. Конечно, управляющие компании должны нести ответственность за свою халатность. И вот там предлагается еще и страфы повысить, если за некачественную работу, которая повлекла травмы или смерть людей. Ну, для этого надо принести поправки в административный кодекс. Так просто штрафы наложить, если они договором не прописаны. Их положить не будет. А договор у нас заключает не государство с управляющими компаниями, а население. Ну, то есть дом. То есть дом, да. Ну, это СЖ. Я еще не имел такого договора, где такое было прописано. Ну, наверное, имелся в виду административный код, поправки в административный кодекс. Я бы вот в этом направлении нес бы как раз ужесточение по другому рецепту. По какому? Ужесточение ответственности контролеров. Потому что у нас много чего хорошего делается, но не контролируется. Из-за отсутствия контроля позволительно не только управляющей компанией, но и другим сферам, которые занимаются обслуживанием населения, позволяется делать то, что они не делают. Вы предупредили мой следующий вопрос. Вот я как раз хотел спросить, не стоило ли вы в законопроект внести? Вопрос контроля – это очень важный вопрос. Мы знаем, что даже в самом сейчас, ну, не лучшее экономическое время для страны, для города. Вместе с тем все участки города практически распределены по уборке. Должны компании, которые получили заказы, выполнять их, да? Ну, то есть, да, у каждого участка, если звонишь в администрацию, говорят… Ну, про Зиму со стихом мы рассказывать уже не будем, и вот в осенний период, да? Если мы посмотрим, как выглядят обочины наших дорог, то мы увидим там, ну, кроме листьев, мусор, песок, так далее и тому подобное. Хотя мы понимаем, что согласно того, что фирма выиграла… Здесь кто-то должен работать. Да, здесь должен кто-то работать, потому что ежедневно работать, а не эпизодически по приезду больших граждан из города Москва. Это говорит о том, что отсутствует контроль, покрываются все эти вещи кем-то заинтересованным лицами, говорит так, и вот это отсутствие контроля за работой управляющих компаний, за обслуживающих компаний, нам вот такие результаты дают. Если в этом году, летом, глава города контролировал высоту, не лично он, а поручил контролировать высоту травы на газонах и участках, мы увидели, что да, ходили, мерили, реально, косили. А вот не контролируется сейчас обочинная дорога. Ну, то есть, получается, во все нужно тыкать мордочкой. Ну, да, вот я совсем недавно был в Мариэлле, в Казани. Даже вот песчинки у этих бордюров не увидишь. Ни окурков, ни песка, ничего нет. У нас что по московской, что на Ленину, ну, на любую улицу возьмешь, везде песок, везде грязь прибита. Сброшенная машинка и не собрана, она пылесосами, специальная машинка. У них кучки такие вдоль дороги. Да, кучки, они на сплошной полосу, если посмотрят, где просто лежат. Но, с другой стороны, вот зимой, когда все эти трагедии происходили, даже не просто с травмами, то есть у нас несколько человек погибли от падения снега, вроде бы в администрации постоянно собирали все эти управляющие компании на какие-то комиссии, заседания, им грозили кулаком, а это как происходило, так и продолжало происходить. Ну, наверное, у нас этих контролеров не так много, раз они не успевали проверить все крыши, ну, когда уже совсем было плохо, как-то их появилось большее количество, и эту проблему практически сняли, то есть, слава богу, уже не было никаких таких больших травмоопасных моментов, которые возникали в предыдущие периоды. То есть, если этой проблемой занимается город, мы видим, что он может решить эту проблему. То есть, совершенно определенно, что администрации этого города нужно тоже больше работы на себе брать в этом вопросе? Ну, это как раз ее и обязанность есть контролировать организации, которые обслуживают население. Но есть же специальные структуры, которые этим контролем занимаются, и не в малом количестве, как нам разъясняют. Хорошо, продолжим все с этим контролем. Так что мы с контролем добавим, да? Ну, кстати, можно внести кому-нибудь из депутатов это предложение. Ну, да, конечно. У нас инициатор обалдник Тривич, просто к нему обратиться. Николай Дубровин пытался внести поправку в закон о капитальном ремонте, предполагающий оплату этого капитального ремонта только после его проведения. Поправка не прошла, хотя многие отмечали, что это могло бы повысить собираемость, так как люди видели бы, что работа выполнена, и, соответственно, за нее платили бы. Ну, это не факт, конечно. Другой здравый способ, чтобы платить за ту работу, которую сделали, а не которую эмпирически ты когда-то получишь. Но если мы понимаем, что ты стоишь в графике трехгодичного ремонта, то ты своими глазами еще можешь как-то ощутить попытки этого ремонта. Мы не будем уж сейчас обсуждать, и вы знаете, о качестве этого ремонта. То когда вы стоите в графике 20-25 лет, то не факт, что те средства, которые вы собираете, хватит хотя бы нам покрасить перила в подъезде дома, в котором должен происходить ремонт. Потому что инфляция к тому времени, я думаю, что съест все эти деньги, но так как государство не выполнило своей функции при передаче жилья, не провела... При приватизации. При приватизации, да, не провела ремонт. Здания все равно ждать этого не могут, то нашли вот такой способ опять взять у нас селения, потому что нефтяники, газовики у нас очень бедные люди, у них брать деньги категорически нельзя. Ну, в очередной раз население решили собрать деньги. Но на самом деле, вот когда в правительстве задавали этот вопрос, а почему делается так, а не иначе, отвечают, а где гарантия, что вы заплатите после того, как работы будут выполнены. Но вот мне это видится так, что государство у нас пока все-таки люди обманывало почаще, чем люди государства. Да, мне тоже так кажется. Ну, смотрите, у нас же есть налогообложение граждан, да? И никто не сомневается, что вы за налоги должны заплатить. Почему за ремонт вы не должны заплатить? Та же самая система, там есть судебных приставов, да, потом. Ну, и много других механизмов, которые работают. Я думаю, что здесь больше вопросов в том, а где взять деньги на тот ремонт, который... Чтобы начать. Да, чтобы начать. Это более глобальный вопрос. Хотя мы увидим, что вот собранных денег пока есть врачи, но совсем мало. Да, вот на сегодняшний день из миллиарда... Вы смотрите, да, остался один квартал. И мы раз, и все это быстренько истратим, и отремонтируем. Ну, вот вопрос просто истратят ли просто на сегодняшний день из-за 2 миллиарда... 3 миллиона всего. Истратят, может, истратят, а вот отремонтируют ли? Это большой вопрос. Вот, ну, в фонде капитального ремонта продолжают уверять, что вот эти 3 миллиона сейчас израсходовали, и миллиард до конца года все же освоят. Вот шансы-то есть. Ну, и они же специалисты. И вот эти тысячи домов, на самом деле, тысячи домов, которые должны в Кировской области отремонтировать, это, по-моему, что-то около 8-10% от плана по всей России. Я думаю, что их даже краска не стоит, только краски не говорят, что отремонтируют. Вот коллега ваша Марина Капурина рассказывала, что ездили посмотреть дом один из отремонтированных, были, возможно, там? Нет, я не был, я просто знаю. И вот этот деревянный дом 59-го года постройки, его капитально ремонтируют, хотя логично, что его... Его должны были снести, но его нельзя, его надо ремонтировать. И поэтому ремонтируют не очень качественно. Ну, да, еще в других домах возникали, вот, после ремонта, там, затоплениями и сходами. Много вопросов возникает. Система достаточно еще не отработана, но будем надеяться, что кому-то повезет. Еще тогда немного о строительстве. По поручению федерального правительства, местное министерство строительства и ЖПХ подготовило изменения в нормативы гайдостроительного проектирования. Теперь при планировке и застройке населенных пунктов особое внимание будут уделять доступности среды для инвалидов. Проект изменения этот еще не готов, его должны в ноябре выложить. Ну, вот, на Ваш взгляд, на что нужно обратить внимание? И вообще сейчас, при той, при существующей застройке в Кирове, есть ли шанс что-то изменить? Изменить, конечно, шансы есть, если в это вкладывать деньги. Но, я не знаю, я не специалистам по определить объемы этих затрат, позволить ли бюджет. Но то, что город только в узких, в малых местах подготовлен к тому, что там доступ могут быть инвалиды или люди с нарушениями определенных функций, среда для инвалидов у нас неблагоприятна, конечно. Очень неблагоприятна. Это мы сделали места социального значения определенные, в отдельные кинотеатры, в отдельные театры, доступ к инвалидам. Но мы же понимаем, что инвалидам надо перемещаться из одной точки города. Им нужно из дома выйти в первую очередь. Из дома выйти, да. Общественный транспорт у нас единичный, который может позволить колясочникам перемещаться. Ну, Вы, наверное, помните, сколько было этих экспериментов, ну, не экспериментов, а подтверждающих то, что город не совсем готов. Ну, а пакция, когда люди ходят на инвалидных колясках? Конечно, когда бываешь в других городах мира и видишь доступность инвалидов, видно, что о людях там заводится. Просто система должна же быть, это замкнутая. То есть человек должен сначала выйти из дома, то есть дом должен быть готов к тому, что там может жить человек. Как раз должна быть не замкнутая, она должна быть раскрыта для всех. Нет, я в том плане, что это должен быть какой-то круг, то есть не просто сделать пандус в кинотеатре. Да, конечно, как он до этого пандуса добраться же как-то должен. Он должен по тротуарам перемещаться, он должен спуститься с какого-то этажа, они все же на первом этаже живут, даже и с первого этажа спуститься до тротуара достаточно проблемно. Но тут возникает другой вопрос. То есть если у нас строительные компании условно обяжут строить дома так, чтобы там могли жить инвалиды, нормально жить, то это так или иначе отразится на стоимости жилья. Это не значительно, в общем объеме, поверьте мне, это даже долей, тысячник долей процента не займет. Но может быть по факту это не займет, а управляющие компании могут этим воспользоваться? Ну у нас могут все, уходите, воспользоваться. Это де-факто, для этого есть ФАС, есть другие организации, которые контролируют затраты на определенные работы. Нет, это совсем на самом деле не очень большой процент. Просто государство долгие годы этого вообще не уделяло внимания. У нас прятали инвалидов. Ну вот поэтому я и спрашиваю, то есть сейчас так тем, можно что-то сделать? В 1947 году, по указанию Сталина, инвалидов выселяли из городов, которые были у них поражены все четыре конечности, просто прятали. Да, чтобы картины не протили. Такое у нас было доброе государство. Это те, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. А их прятали. На острова, на Славке вывозили, в другие места. А сейчас что можно сделать? То есть у нас живут 10 тысяч домов, которые не оборудованы ничем. Я думаю, что изменения в экономике все же произойдут. Не можно же все время идти вниз, да? Когда-то пойдет вверх. И одним из приоритетных направлений деятельности городских муниципалитетов станет доступность обязательства для инвалидов. Это будет очень правильно. Будем надеяться, что наш город когда-нибудь станет доступным для всех. Мы уже с вами фонтаны построить, еще будем строить фонтаны. Теперь нужно сделать так, чтобы туда смогли пройти все. Нет, в том числе инвалиды, да. В том числе инвалиды. Но я думаю, что здравый смысл возобладает, и это будет делаться. Это было особое мнение Юрия Шлемензона, члена общественной палаты и главного редактора телеканала Рэнкиров. Мы с вами встретимся во вторник. До встречи. До свидания. Продолжение следует.